Телефонные мошенники придумали еще один способ отъема денег у граждан. Не успели жители Заречного привыкнуть к смс-кам типа «Мама, я попал в беду и ваша карта заблокирована», им на телефоны стали приходить сообщения следующего содержания «Заявка на перевод с карты принята». Оператору телерадиокомпании Заречной Владимиру Полищуку пришла как раз такая. В сообщении была указана сумма 9,5 тысяч рублей и телефон, по которому следует позвонить, чтобы узнать подробности. Когда мы набрали номер, мужчина на том конце провода представился сотрудником банка и сообщил, что с банковской картой Владимира есть проблемы. Владимир должен был пойти к ближайшему банкомату и там получить инструкции, как действовать дальше. По данному номеру позвоните, я приму ваш вызов и объясню вам пошагово, как отменить данный платеж и заблокировать получателя платежа. Однако дальнейшие инструкции нам получить не удалось. Когда преступник понял, что мы не собираемся никому ничего переводить, сразу положил трубку. В итоге банковский счет нашего телеоператора остался неприкосновенным. К сожалению, не все истории заканчиваются так хорошо. Преподаватель детской школы искусств Мария Захматова, например, пострадала от действий мошенников. Причем с ней даже никто не вступал в контакт. Просто на телефон пришла смс-ка с текстом «посмотрите свою фотографию по ссылке». Мария открыла сообщение, после чего с ее банковской карты стали таинственно пропадать деньги. Я зашла в онлайн-банк и обнаружила, что с моего счета за два дня списано по 8 тысяч два раза. Общая сумма как бы 16 тысяч. Мария обратилась в банк и полицию. И с удивлением узнала, она такая не одна. Мне объяснили, что за последнее время больше 10 обращений. Именно тех, у кого телефоны с платформы Android, она более подвержена вот таким как бы махинациям. Все потерпевшие – пользователи мобильного банка. С помощью вируса злоумышленники получают доступ к счетам жертвы и опустошают их. Делают это незаметно. Вредоносная программа блокирует смс-оповещение настоящего мобильного банка, и человек даже не знает, что его обокрали. Сейчас со всеми случаями, зарегистрированными в Заречном, разбирается полиция. Было принято решение о возбуждении статьи 158 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Возбуждено 9 уголовных дел по данным состава преступлений. Найти киберпреступников и вернуть украденные деньги очень сложно, но есть несколько вариантов обезопасить свои счета. Первый – не пользоваться мобильными банковскими приложениями. Второй – не пользоваться смартфонами. И, наконец, третий – быть предельно внимательным, не переходить по незнакомым ссылкам, не отвечать на непонятные СМС-сообщения и на всякий случай установить на телефон антивирус. Анна Сазонова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».